Высшая судебная палата должна поставить точку в вопросе признания полномочий выигравшего выборы Андрея Анастаса. Интрига затянулась. Что происходит с процессом валидации, гадают многие и в Молдове, и за рубежом. Высказались и европарламентарии, и Госдеп. Но ждать осталось недолго. В эти минуты, под лозунги протестующих, решается судьба этих выборов. Какое решение примет суд? Каких последствий нужно ожидать? Какие уроки необходимо извлечь? Ответы на эти и многие другие вопросы в самое ближайшее время. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И сегодня в гости поговорить на эти темы я пригласила депутата парламента, представляющего партию социалистов Республики Молдова, Григорий Новак. Добрый вечер. Добрый вечер. Ион Таргуци, политический комментатор, еще представляющий либерал-демократическую партию, пресс-секретарь. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне интересно, чтобы вы попытались сделать свой прогноз. Каким оно будет? Если можно, очень коротко, и мы пойдем дальше. Просто вот если в ходе нашего эфира станет известно, чтобы мы посмотрели, кто все-таки был прав, кто нет. Господин Могачевский, каким будет решение суда? Для меня есть все аргументы для того, чтобы высшая судебная палата отказала в касационной жалобе, которая была подана господину Анастасу против решения первой инстанции, решения апелляционной палаты. У меня вопрос по поводу касационной жалобы, которая была подана Ионом Чебаном против того, что его сняли с битвы, потому что, как я понял, юристы партии в принципе так и не поняли мотив снятия Иона Чебана с гонки. Поэтому у меня вопрос именно здесь, как проаргументировать высшая судебная палата в случае, если она поддержит решение апелляционной палаты, снятия с гонки и Иона Чебана. Спасибо. Господин Тургуца, каким будет решение суда? Я даже не хочу об этом говорить, потому что две ранние решения судебных нашей инстанции, это вообще полное безумие. И если оно, то есть третье решение будет таким же, то, наверное, будет полный провал и государства, и демократии в Молдове. Вот так вот. Господин Новак, а вы как? Можете сказать четко, решение будет таким или таким? Мне бы хотелось с политической точки зрения, чтобы высшая судебная палата удовлетворила конституционную жалобу Андрея Анастасии. Но с другой стороны, с юридической точки зрения, там достаточно оснований для того, чтобы удержать в силе решение первой и второй инстанции. Потому как в высшей судебной палате они должны привести другие доказательства и аргументы, кроме тех, которые были предоставлены первой и второй инстанции. Это с юридической точки зрения. То есть я сомневаюсь, что в платформе появились дополнительно юридических аргументов, которые привели бы к аннулированию решения первой и второй инстанции и вынесли бы другой, либо на пересмотр. Ну вот, смотрите, заседание суда идет на фоне протестов. Но мы помним, что вчерашняя акция протеста была более масштабной, чем сегодняшняя. Как вы думаете, эта акция как-то повлияет на суд сегодняшний? Они учтут, что вышли люди, которые недовольны, которые высказали свое мнение. И как вы вообще охарактеризуете вчерашнюю акцию? Какой она вам показалась? Господин Навак, начинайте. Ну, вчерашняя акция, это говорит о том, что люди возмущены результатом, который решением судебной инстанции. Я тоже уже не как депутат, как гражданин тоже возмущен, потому что у меня очень много вопросов касательно нашего кандидата Ивона Чебана, почему его сняли. Аргументов, как таковых, мы так и не увидели. Это демократично. То, что люди высказались, это показывает, какое настроение в обществе на правом фланге. То, что протест не был настолько масштабным, насколько хотели бы организаторы, либо, как говорят организаторы, это говорит о том, что либо люди уже чуть-чуть устали от этого, либо полностью не доверяют кандидату. То есть есть вопросы вот с этой стороны. Но то, что люди протестуют мирно, это хорошо. Главное, чтобы не было никаких столкновений, не перешли в беспорядки, в провокации и так далее. Это нормально, это в демократической стране так и должно быть. Люди должны вести себя цивилизованно, как полиция с одной стороны, так и протестующие. И я не услышал на этих протестах, услышал все, что угодно. Они отошли от главной темы. То, что настораживает, что они отошли от главной темы. Как по мне, самому Андрею Анастасию, я это говорю, потому что я знаю, что я говорю, Андрею Анастасию не нужна эта победа. Цель его немножко другая. Цель его парламент. В случае, если суд сегодня удовлетворит эту конституционную жалобу, уже осенью этого года он столкнется с другой проблемой. Когда ему придется, скажем так, оставить опять же примарию, либо он не хочет уступить, скажем так, правое поле Майя Санду. Если исходить из вашей логики, то получается, что эта акция протеста, это всего-навсего в пиаровских целях. Там есть и люди, которые действительно возмущены этим решением. Но организаторы, сами организаторы, конечная цель немножко другая. И эта цель оседлась эту протестную волну до осени, до зимы, чтобы держать в тонусе свой правый электорат. Потому что они подпитывают этот электорат. Вот есть это решение. И с другой стороны, им это и не надо. То есть, других вариантов не будет. Я не думаю, что они пойдут дальше. Вот они будут эти аргументы толкать дальше, что вот украли голос, другие месседжи. Но никто не говорит о самих нарушениях. Ведь они и были нарушения. Поняла. Господин Тургуцин, вот такое мнение. На самом деле, вы были вчера на акции протеста? Вот скажите, вам как изнутри это показалось? Я здесь не согласен с господином Маваком. Потому что не нужно посмотреть на эту проблему только с точки зрения политиков. Есть обычные люди, которые хотят считать себя гражданами. А единственное оружие граждан — это голос. А сейчас им этого голоса отобрали просто. И не отобрали только голоса сторонников Настас. Они отобрали и голоса Чубама. И это самая страшная вещь для государства, когда гражданину говорят, что он ничего не стоит. Есть люди, которые ждут этого дня. Они имеют право ассоциироваться по политическим убеждениям. Они в это верят. И вот в один простой момент им говорят, что виртуальная реальность становится явью. Нигде в одном мире вот эта виртуальная реальность она неузаконена. Мы сейчас создаем прецедент. И мы даже не знаем, на что мы сейчас намекаемся. И это самая опасная вещь. Ну вот хотел ли на самом деле выиграть эти выборы Андрея Настаса? Безусловно, и Андрей сказал очень много раз, что он хочет стать примаром. И он остался бы примаром, если бы ему дали вступить в эту должность. А осенью? А осенью он бы остался в эту должность. А почему он тогда четко не говорил? Он всегда об этом говорил. Он всегда об этом говорил. И вы можете найти доказательства в сети. Он об этом не говорил. Его спрашивали несколько раз, в пользу чего, господин Настасьев, в случае, если он попадет в парламент, нужно либо отказаться от мандата депутата, либо от мандата... Нет, вы не правы. Он очень много раз сказал, в том числе на телевидении, что он останется и для него приоритетом это примарская должность. Господин Дерговский, он сказал, что платформа «Ада» никогда не станет политической партией. Ну, реальность немножко другая. Ну, это совсем разные вещи. Ну, он нашел бы повод, что вы как политик сами понимаете... Во имя спасения европейского вектора... Вы как политик сами понимаете, что нужна эволюция как процесс. Так. И вот это протестное движение, оно переросло в политическое движение. И это совсем нормально. Нет, это не нормально, когда политик обещает отмагу на другую. Это нормально, когда граждане хотят просто ассоциироваться по политическим убеждениям. Они хотят строить это государство по-другому. Это абсолютно нормально. Это нормально, но... Но когда им украли голос, то вот политики уже перешли черту. И оно очень опасно. Я на вот это очень опасно. Приведу пару аргументов. Если можно пару, потому что Фадеев нас скучает. Я хотела бы ему принесать слово. Я прошу прощения, коллега, если... Первое. Андрей Анастасий — юрист. Он нарушал осознанно закон. Какие? Кодекса выборов. Там где написано, что... 52-я статья. ...социальные сети и интернет. Секундочку. А вот я попрошу сейчас Фадеев подключиться. Он у нас... Сейчас по этому поводу я уступлю вот эту тему юристу. Пусть вот он как раз скажет, если вы считаете, что... Второй момент. То есть он осознанно делал эти вещи. Я вам даже скажу, что ожидал господин Анастасий. Господин Анастасий ожидал, что мы, социалисты, будем опротестовывать между первым и вторым туром, чтобы его сняли с выборов за нарушение определенных статей законодательства. Но это вы сделали после второго тура. Мы не сделали это. Мы попросили суд, чтобы констатировал некоторые факты. Но не попросили аннулирования. Но опять же, по закону суд не имел права этого делать. Констатацию? А кто имел право? Только избирательные органы. А избирательные органы сказали, что все в порядке. Суд по закону, он должен только... Какие избирательные органы? Это опротестовалось в суде. Совсем разумеется. Причем тут по избирательным органам? Пожалуйста, нарушил ли закон Андрея Анастасия? Видите, у нас здесь завязался спор. Если да, то где конкретно? Да, я понимаю. Тут есть разные институции. К сожалению, многие люди путают институцию валидации, институцию аннулирования выбора. Это две разные институции. Институция валидации принадлежит исключительно судебной инстанции. В принципе, по валидации либо не валидации мандата решает судебная инстанция. На основании судебного решения, выданной судебной инстанции, уже Центр избирком выдает решение, определение об аннулировании, либо не аннулировании выборов. В данном случае, в случае Анастасия, в принципе, что сделала партия социалистов Иван Чабан, она обратилась в судебную инстанцию еще четвертого или пятого. После второго тура, сразу же, четвертого или пятого июня, обратилась в судебную инстанцию. По первому процессу они попросили констатацию факта использования иностранных лиц в агитационной кампании Андрея Анастасии. В втором процессе они попросили констатацию факта использования агитационного материала, вот этих видеороликов, которые были использованы Андрея Анастасии, для того, чтобы вызывал людей на протест. В день выборов вы имеете в виду. Вызывал людей на выборы. И более того, он вызывал, не просто вызывал на выборы, он вызывал людей, говорил всегда, что голосуйте за кого хотите, главное, не голосуйте за кандидата Плохотника Айдзонов. В принципе, это его позиция была во всей кампании, что для него Иоанн Чабан являлся кандидатом Додона и Плохотнюка. Исходя из этого, Высшая судебная палата установила, что их двое кандидатов. Еще не установила. Уже установила. Высшая судебная палата установила. Это другой процесс. 15 июня еще установила Высшая судебная палата факт нарушения статьи 52-й Альня-10. То есть само нарушение. Само констатация факта использования агитации была установлена. Дальше вот это решение Высшей судебной палаты было предоставлено в процессы, где устанавливается валидация либо не валидация мандата. Хорошо, давайте пройдем тогда простым логическим путем. Давайте. Если эти выборы мы аннулируем, то есть Высшая судебная палата будет аннулирована. Она валидирует либо не валидирует. Аннулирует другой орган. Смотрите, ЦИК и выбирательный орган, они сказали, что с этим процессом все нормально. Или это тупые люди, которые не понимают вообще, где они работают. Что значит ЦИК, вы сказали, что с процессом все нормально? Они обращают... Они сказали, что все нормально. Нет. У них претензий нет. Окружная избирательная комиссия предоставляет рапорт. Они сказали, что с этим процессом все нормально. Либо эти люди ничего не разбираются в этом деле, либо что-то с нашей ястицией. Вы знаете, и разные послы высказали свое мнение. В принципе, судебные решения... Но они исходят из своей логики, понимаете? Нет, они исходят из политической логики. А судебная инстанция должна высказываться на основании закона. Вот это разница. В принципе, вот протесты для этого и делаются, в принципе, где-то... Сохранение голоса это очень большая... Как это будет на русском валуаре? Ценность. Ценность. Это большая ценность для любого государства. А никто не украл голос. Как не украли? Если люди свободно выбрали своего примара, не важно, какого он цвета. Сейчас мы даже не говорим о Анастасии, мы будем свободны Чубану. Но если им не дали, им сказали, что сейчас ваш голос, он ничего не стоит, потому что он нам не подходит, то это уже не демократия. Но это политическая трактовка. Я смотрю по судебному решению. Мы говорим о том, что юстиция сейчас контролируется политикой. Скажите мне одно государство в мире, американцы, у них тоже были проблемы с фейсбуком, и сейчас они большие споры с русскими. Они что, аннулировали выборы Трампа из-за этого? Стойте, там просто не было установлено факт, что кто-то использовал... А мы с какого боку такие большие эксперты в соцсетях? Разница между Трампом и Республикой Нодова. Даже сам основатель фейсбука, он не может объяснить толком, что там происходило, а мы сейчас просто стали большими экспертами в этом деле. Где логика? Значит, есть окончательное решение в высшей судебной палате. Для меня она является... Нет, я не его оставить, она для меня реже диката. Вы знаете, на основании Конституции она обязана для любого человека Республики Нодова. Любой суд не может принять решение, потому что это не эксперты в соцсетях. Они всегда вызывают либо одного, либо второго, либо третьего, спрашивают, ты что об этом думаешь? Ты человек, который разбирается в этом. А здесь какая-то женщина с двухлетним стажем вдруг стала большим экспертом в соцсетях. Я вам объясню, если хотите. Значит, есть окончательное решение, где он установил с факт агитации. Он не может протестовать дальше в европейском суде. То есть, все здесь закрыто. Почему в европейском суде он не может протестовать? Он не может протестовать. Ну, я не знаю, юристы так говорят. И вот, исходя из этой логики, вы сказали, что дальше уже не можем... Господин Деркульцев, тут уже непрофессионально. Когда вы говорите, не может, почему не может, ну, не знаю, но не может. Вы должны аргументировать свою позицию. Я не юрист. Я могу сказать только то, что гаи юристы. Утверждаете такие вещи, которые вы не знаете. Ну, бог с ним, это другая тема. Но, по сути, вот вы привели пример Трампа. Мы что, кто-то там опротестовал в Штатах? Нет, мы говорим о одной и той же проблеме. А в соцсетях... Секундочку. Если бы там... О влиянии в соцсетях на результаты выборов. Нет, и связь там не была установлена между Российской Федерацией и Трампом. А тут установлена связь между господином Анастас и агитацией. Установлена высшая судебная палата. Скажите мне, алгоритм, по какому принципу они вычислили, сколько людей смотрели эти ролики? Да не нужен для этого специальный алгоритм. Не нужно. Значит, понятно... Как не нужно? Для того, чтобы принять решение, он должен быть абсолютно в этом уверен. Значит, вы знаете... Судья, он не эксперт в этом. Он должен кого-то об этом спросить. Секундочку. А какой орган эксперт? Я не знаю. Есть эксперт. Опять не знаете. Видите? Не, подождите. Здесь есть... Ну, а какой орган? Здесь есть эксперт. Вот, к примеру... Вот, если ПСРМ, да? Да. Вот, хотела, чтобы пролить чуть света вот в этой ситуации. Кому он должен обращаться? Это ваша проблема, не моя. Что значит наша проблема? У нас есть... Проблема есть. А кто может констатировать? У нас есть эксперт. это... Кто? Промолекс, не знаю, кто там еще такие, да? И Промолекс сказал, эти выборы прошли корректно. Есть цик. И еще... А можно я вмешаться? Напомню одну ситуацию. Давайте. Апрель 2009 года. Выборы состоялись. Парламентские тогда. Помните? Угу. Все наблюдатели, в том числе европейцы, сказали, что нарушений никаких не было. И признали. Что делают люди несогласные? Они выводят людей на протест. То есть такая же ситуация. Понимаете? Нет. Нет? Ну, давайте спорим. Ну, в принципе, мне напомнило вот это. Разве эти протесты аннулировали результаты выборов? Разве парламент, он не начал работу с 60 депутатами коммунистов? Воронин тогда, тогда пересчет был голосов. Вы помните? Ну, прошли все инстанции, но никто, никто даже не думал аннулировать выборы. Парламент начал свою работу. Коммунистов было 60 мандатов. Ну, то, что они нашли еще один мандат, это совсем разная вещь. Это другая. Мы сейчас говорим о другом. Просто вы говорите, если наблюдатели высказались, то это все. Это ничего. Но почему вы говорите, что это прецедент? Такой опасность. В принципе, таких прецедентов очень много. Потому что ни одно нормальное государство в мире не дошло до этого. До аннулирования выборов. Да. Что вы говорите? Даже есть решение костяного суда, где прецедента вытаскивают, которые установлены на основании государства. Ну, скажите и нам, чтобы мы тоже знали, какое государство может приступить через эту черту? Через эту черту любое демократическое государство имеет право переступить. А оно переступает только в случае, если голос был выдан с нарушением закона. И это нормально. Вы собите одно государство. Суд обязан... Иначе ваш голос это является протестный голос. Он не должен быть как на протесте. Он не важно какой он. Просто его там посчитали. Где? В урнах. Ну, что значит посчитали? Люди решили, что вот этот человек должен занимать какую-то должность. Избирательного кодуса установлено, что суд должен посмотреть, если есть какие-то нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов. У ИУ суда имеется полноценной компетенцией для этого. Давайте посмотрим этот процесс. Повлияло или не повлияло? Вот вопрос. Агитация есть. Давайте посмотрим этот процесс. Повлияло или нет? 100 тысяч человек. Повлияло или нет? Разница 13 тысяч человек. Все эритивные органы государства были аннулированы. У нас другое... Какие? Вот я не понимаю, когда вы говорите, что органы аннулированы. У нас совсем другое конфигурация парламента, чем решил избиратель. У нас совсем другое. Вы уходите в политическую взроскость. Я говорю про судебное решение окончательное. Подождите, на местном уровне все премарии отошли к Демпартии. И? У нас были страшные выборы во время президентских выборов. А сейчас нам вообще аннулировали результаты выборов. Вы не видите логику? Вы не видите логическую цепочку? Это не конфуз, это реальность, с которой мы живем уже два года. Это реальность, с которой мы живем два года уже. правый популизм, в принципе. Потому что вы путаете народы. Какой популизм? У нас парламент совсем не было. Давайте я предлагаю следующим образом. Может мы все-таки... Из меня уже сделали чуть ли не... Давайте приведем реальные аргументы. Будем говорить профессионально. Не демагоги, не... Вы говорите сейчас как политик. Давайте, если хотим, чтобы телезрители что-то поняли. Это не политик, это популист правый, просто популист. Давайте приведем реальные аргументы. Давайте. То есть ни для кого не было секретом, что господин Анастаси нарушает закон осознанно. В том числе в одной из... Не секрет для кого? Для всех. Потому что... Даже для него. В том числе для господина Анастаси. Объясню даже почему. Его контракандидат Иван Чабан спросил в прямом эфире. Господин Анастаси, вот вы нарушаете то-то, то-то, то-то. Секундочку. В равной мере... Он промолчал, даже посмеялся. Есть и видеоролики, где можно посмотреть в интернете, куча их сейчас. То есть это нам говорит о том, что господин Анастаси осознанно это делал. Мы не привлекали ни Путина, ни Лаврова, ни никого другого. Потому что если бы мы это сделали, мы первые побежали бы туда с жалобой, чтобы нас сняли с выборов за нарушение 52-й статьи, по-моему, у Фодокса выборов. не таки это. Теперь... Какие? Хотите? Нету таких вопросов. Финансирование. Финансирование. Вот я специально взял решение апелляционной палаты. Теперь, господин Тергоцца, ПСРМА Весус Рай из Республики Молдова, где они обязаны нам принести извинения. Есть окончательное решение высшей апелляционной палаты. Почему? Вот видите, для вас судебные решения это ничего. Вы готовы признать все это селькинограмм? Нет, вы про финансирование говорили. Сейчас, секундочку. Теперь про финансирование. с Григорием закончили. Разотронули этот разговор, вот нас сейчас смотрят телезрители. Вы готовы извиниться перед телезрителями и признать, что господин Астасий был финансированный за рубежа? И нетранспарентно. Он не был финансирован за рубежа. Давайте сделаем следующим образом. Вот я после передачи поеду в офис и специально отправлю сюда в редакцию доказательства литературы, которые я даже могу подсказать откуда она появилась. Она появилась с территории Украины. Там без без тиража, без без типографии, без ничего, без фонда фонда телекрал вообще ничего нету. Это вы утрируете. Ну, вот запечатленность. для этого доказательства в новостях в новостях мне остается предоставить вам отдельный кусочек времени. Я предоставлю доказательства, но вы обещаете, извинитесь при телезрителе и признаете или нет? Я не то, что не признаюсь, я знаю, как это было сделано, зачем мне это говорить. То есть вы признаете, да? Я знаю, где-то печатались и так далее. Это было у нас, это все нормально. Вы про какой материал вот сейчас говорите? Вы ждете от меня ответа, правильно? Вы хотели извиниться, вы бы хотели меня заставить измениться. Я вам приду доказательства, я вот публично говорю, что вам приду. Скажите, вот у нас есть газета, не знаю, что там такое, она была, ну покажите. С собой в студии нету, я вот... Вы обещали, чтобы вы следили. Я обещаю, я поеду специально в офис. А мы готовы, да, мы отснимем. Я отправлю сюда в редакцию. Отснимем этот момент, нам будет любопытно. Видео, фото, все как надо. Я специально это сохранил, потому что я люблю вот хранить такие вещи и предоставлять как аргументы и контраргументы. Я вам скажу одну вещь, это было мало... Не надо заниматься популизмом. Это было мало стоящая компания. Господин Дерготцев. Господин Дерготцев. Хотите еще напомнить еще один факт? Очень мало денег. Это не правда. Еще один факт напомню вам. Как вы вообще относитесь к тому, что в 2015 году, когда господин делил вообще вот центральную трибуну парламента, пламенно так продвигал законопроект, который запрещает вообще использовать зарубежные политики. Да, да. И приведет... Это авторы были либерал-демократы. Вы сейчас представляете эту партию. Да, это правда. Ну, так сложилось, что вот сейчас судьба злодейка, да, сыграла в злую шутку с теми, которые... Объясню, почему. Потому что сама Майя Санду это поддержала, сами либерал-демократы, которые сейчас эмигрировали в часть, да? Мы уже запросим. Вы это поддержали и вы хотели сделать, ну, грубо говоря, подлянуть нам. почему они так сделали? Потому что, когда это делала Майя Санду в период президентской кампании, она размещала свои фотографии с Ангелой Меркель, со всеми европейскими чиновниками, за это, собственно говоря, ее никак не наказали. И поэтому представители, я думаю, значит, сейчас, да, значит, Андрея и Анастасия, они подумали, ну, если не наказали Майя Санду, то давай мы этот раз сделаем то же самое. Только они пошли дальше. Да. понимаете, ну, вы согласитесь, это было, на самом деле. Это было. Фотографии эти мы видели. Это фотография была, но она быстро исчезла. Это во-первых. был? Я вам, хотите, вот сейчас, прямо сейчас в телефоне покажу все фотографии, потому что я, давайте потом, потому что мы не сможем показывать всем телезрителям. Вы понимаете, вот, нас сейчас смотрят телезрители, телезрители вас поймут, если вы скажете, что, ну, наверное, совершили тактическую ошибку. Вот политтехнологи, те из Румынии, которые... Когда мы совершили ошибку? Вот когда использовали, в том числе, вот... Мы говорим сейчас о Джозефе Доле, да? Хорошо, это принципиально... А кто еще? Там был сейчас, румынский депутат... Людовик Орбер. Я не знаю. Людовик Орбер. И Лорбер. Да, на момент, на моменту Лансерия и компания в чале. Подождите. 28 апреля 2008. Мы все члены Европейской популярной партии. Это безразличное. Народные. Народные партии, да. Это безразницы. Что безразличное? Потому что закон запрещает использование... Там же не говорится... Там же не говорится в законе за исключением членов народной... Дайте мне это сказать. Дайте мне это сказать. Давайте продолжим. Это было в закрытом помещении. Там были только члены этой партии. Их было немного. Это не было для общественности, вы понимаете? Что, серьезно? И на Фейсбуке у Настаса сидит этот фильм. Как не для общественности? Я его видел на Фейсбуке у Настаса. Ну, потому что там были журналисты. Вот сняли. Вот вы сейчас цитрируете. И журналисты в профиле... Это не закрытый профиль у него. Андрея Настаса сами это разместили. Не очень верится, но давайте... Я не знаю, сколько тысяч человек... Еще раз. Это виртуальная реальность, которая почему-то нам переплыла в реальность. Мы в информационной реальности находимся. Так что, извините, мы должны отговориться. Вы мне цитируете из закона, где... Кустел Алексий говорит? Что? Кустел Алексий. Вот он, красавчик. Видите? Вот он, тут с Андреем Настасием. Ну, не со мной же. Ну, рядом еще депутат. Ну и что? Вот видите? А вы говорите, что не было. Сейчас еще вам покажу. Вы можете найти еще трехлетней давности. Еще десятилетней давности. Давайте, да, давайте сюда. Они все находятся в суде. Меня волнует именно 28 апреля, потому что тогда были использованы именно люди. 15 на 5-й тут. А меня волнует, чтобы все вот эти моменты были, чтобы все законодательные моменты были для всех. Вот мне очень нравится этот момент. Вопрос, почему Олдопам сделал этот проект закона тогда? Это кто? Ее уже предупреждали. Было? Конечно было. Обосновано, и это очень правильно. Почему тогда было обосновано, а сейчас оно не обосновано, потому что Андрей Настасов не использовал. Он был на улицах, на битбордах, везде стоял, то есть висел... Вот видите, а это кто у нас? Это совсем разные вещи. Вы по Фейсбуке говорите, что можно... Подождите, вы не сравнивайте, пожалуйста, вот эту фотографию, которая... А почему нельзя с Путиным? А о чем? Сравниваю. Потому что фотография для меня это 52-я статья, а линьят 8. А за это есть авертизарь называется. А когда вот живой человек делает тебе рекламу, вот это снимает с гонки. Мы говорим сейчас о больших деньгах, потому что битборда стоят бешеные деньги, а здесь несчастные фотографии в сутках. Это совсем разные вещи. Мы уже нам сказали про Бахаму. Это совсем разные вещи. А у нас есть окончательное решение по Бахаму. Я понимаю, в этих инстанциях вы можете получить все, что угодно. Опять, мы можем получить, а вы не можете получить. Раньше вы могли? Вот представьте себе, что мы не можем такое получить. Нам аннулировали выбор, а мы удавили такое решение. Может, у нас эффективная защита, вот и все. Давайте поговорим сейчас о том, все-таки в этом процессе больше действительно нужно рассматривать в юридической плоскости или в политической. Чисто в политической. Здесь нет абсолютно никакой юридической логики. Вот сейчас люди рассматривают, да, вот так, как вы говорите, рассуждают как раз те люди, которые в эти минуты протестуют. Я сегодня слушала протест, и что я заметила? Вот лозунгов, которые непосредственно по поводу выборов, их было очень мало. Потому что вот народ, который там, они политические лозунги различные выкрикивали, да. Значит, то есть это не имело такого прямого отношения. Они тогда говорили, да, там, Анастаса наш примар, было такое. Но очень много было то, что не имеет отношения. Скажите, пожалуйста, почему вот так происходит, и не кажется ли вам, что при всей этой ситуации Андрей Анастасы и потом Майя Санду сейчас просто-напросто зарабатывают серьезно политические очки? Потому что от обшивки... Ну, зарабатывают очки. Абсолютно. И здесь... Зарабатывают, правда? Да, это абсолютно правда. Но я вам хочу сказать другое. Право на голос, это чисто политическое требование. Правда. Никто не спорит. И для него, и для этого боролись тысячи лет. Никто не спорит, Ион. Это правда. А почему мы сейчас не должны отстаивать это право? Я не говорю, чтобы вы ничего. Я просто пытаюсь понять сейчас, вот эту всю ситуацию, используют ли для повышения своего рейтинга Андрея Анастасы и Майя Санду. Ну, это ошибка, это ошибка Бемпартия, это не наша ошибка. Так давайте проголосуем в Фейсбуке, и тогда будет все нормально. Ваше мнение, скажите, пожалуйста, используют ли эту ситуацию? Я о чем говорю, что это... Нет, вы говорите, что в принципе мы не должны смотреть на... Это виртуальная реальность, мы должны ее ставить там. Вы говорите, что мы... Мы живем в другое пространство. Хорошо, на протесте собирается народ и начинает голосовать. Вот жжет, не знаю кто там, парламенты, новые выборы. Но есть специально датовоизбирательный кодекс. Демократия... Вы покажите мне, пожалуйста, где написано, там написано про масс-медиа. А про социальные сети, вообще про... Ну вот смотрите, самый популярный лозунг, который я слышала. Любая форма агитации в день выборов запрещена. Мы же мы сейчас обсуждаем политический аспект, мы обсуждаем это. Вот смотрите, самый популярный лозунг. Но и сунтем альтернатива. Почему? Да. Какое-то имело отношение к отстаиванию своего права, как вы говорите, на голос. Да, вот на то, что... Понимаешь, честно говоря, это как-то навевает на мысли. Вот как с вашей точки зрения сейчас? Вот что этими лозунгами организаторы хотят добиться? Чего? Ну это именно то, что я начал говорить в начале передачи. Там была часть людей, которые действительно считают, что было нарушено их право. А есть другая часть, в том числе и организаторы вот этих протестов, которые видят только политическую составляющую. Я вам говорил, Андрею Анастасию эта примария не нужна. Он, первое, он в этом ничего не шарит. Второе, у него нет команды в самой примарии, консильеров нет, советников. У него нет людей, которые поставил бы на каких-то должностях. Кого, куда там? Это только ваши выдумки. Почему выдумки? Его спросили. Подождите, мы его не видели в эту должность, чтобы мы так жестоко рассуждали об этом, что он не может. Во-первых, во время дебата спросили, вот то, что касается ЖКХ. Кого вы выдвигаете? Подскажите профессионала. А в ответ тишина. Вот кого вы видите, то, что касается инфраструктуры, дороги и так далее, канализации? В ответ тишина. И таких примеров очень много, что не буду перечислять. Поэтому... Не смешите меня, пожалуйста. Ну, вам смешно, конечно. Я вам приведу пример. Вам смешно. Давайте я договорюсь, я вас не перебиваю. Хорошо. Теперь, Андрей Анастаси, я вам говорил и буду повторяться. Он хочет, первое, доказать Майя Санду, что у него рейтинг не хуже в Кишиневе. Потому как Майя Санду была обязана вернуть ему этот долг и уступить, чтобы не выдвигала кандидата в Кишиневе. То, что не случилось в Бельцах, к примеру. Потому что в Бельцах оба выдвинули. Есть, скажем так, политические амбиции и у одной партии, и у другой. То, что у них есть серьезные разногласия, у Майя Санду и у Андрея Анастаси, это 100%. Потому что один крадет электроту другого. Они на одном поле, они грызут друг другу, там, хотят они, не хотят. Они не отбирают наш электрот по большому счету. Теперь, так как Майя Санду не выгодно, чтобы вырос в рейтинге Андрея Анастаси, так и наоборот. Объясню почему. Когда Андрей Анастаси попросил людей у Майя Санду, чтобы представители, наблюдатели по участку, знаете, что их практически не оказалось. Наблюдатели? Нет, наблюдатели были. Но, скажем так, Анастаси должен был привезти из районов людей, ну, более-менее подготовленных, что касается кодекса выбора и так далее, всех этих моментов. И Майя Санду дала очень, очень... Ну, откуда вы это знаете? Ну, слушайте... Вы вообще... Я в политике... Подождите. А вы вообще знаете, что это наше право? Теперь... И не право Паса, и не право... Майя Санду не ожидала, что вот так обернется. Я вам еще раз повторяю. Это наше право. Либерал демократов. А вы тут причем? А, хотят одно и то же. Не, подождите. Мы же, по-моему, оговорка по Фрейду. Нет. Нет, это так, оно... Только у нас есть право. Это как намек на сегодняшнее интерпретирование. Только у нас есть право. Понимаете, понимаете, и здесь вы не правы. Это не были ни от Паса, ни от ДА. Да это мы тоже говорили, мы... А почему вы так говорите? Ну, как так? Что, не так? Там... Ну, давайте... О том, что из либерал-демократов выросли практически, да? И Майя Санду, и еще речи. Ну, оно так, что... Так. Нет, я совсем о другом говорю. Я говорю о законном праве, направить людей на избирательных участках. Это да, они точно не спорят. Это только наше право. Это есть такое право, то есть, если одна партия помогает... Хорошо, в этом я и говорю, что только право либерал-демократа, вы говорите, что у них не было достаточно людей. Как у них могло быть вообще, если только наше право есть? Хорошо, давайте, господа, разбирающиеся в юридических вопросах, вот рассмотрим... Сейчас такой момент. И тихонечко, Григорий, для меня вот сейчас, например, это очень важно. Смотрите, еще нет окончательного решения. Высшая судебная палата в эти минуты продолжает заседать. Но, как только началось рассмотрение в судах этого вопроса, стали очень активно высказываться представители ЕС и представители Соединенных Штатов. Вообще, посол США, он вообще считает своим долгом всегда высказаться по любой проблеме. Понимаете? Вот уже госдеп высказался. Я хочу заметить, что российский посол ничего не сказал. Понимаете? Вот скажите, скажите, пожалуйста, мы сейчас решим, плохо это или хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, Фадей, с точки зрения закона, когда нет решения суда, а такие влиятельные зарубежные институты целые высказываются, это не есть попытка влияния на суд и не есть ли это нарушение наших законов. Это не просто попытка, это влияние на суд. В принципе, поставили серьезный пресс на судебные инстанции. И я смотрю, что пресс, в принципе, не ставится на основании профессиональных аргументов, а ставится на какие-то популистические аргументы. И вот я сожалею, что, в принципе, адвокат, занимаясь популизмом, пытается использовать эмоции людей для того, чтобы рос свой рейтинг. Я никогда у Андрея Анастасии не слышал юридических аргументов ни по каким вопросам, связанных с этими выборами. Кроме того, что Бердила такая, что судьи апелляционной палаты такие, что судьи высшей судебной палаты такие. Но я как адвокат знаю одно. Я иду в эти судебные инстанции и защищаю права людей. То, что и он делал как адвокат, он сегодня политик, а завтра он, может быть, вернется в адвокатуру. Как ты можешь дискредитировать, компрометировать твою, в принципе, систему? Это является независимой системой. И мы не имеем права ставить под сомнение судебную систему. И суд не имеет права. Он не должен смотреть ни на какие протесты. Он должен смотреть исключительно на законы. Если и суд будет использовать такие же аргументы, как и господин Тергуцци, что, в принципе, мы не должны смотреть на окончательные решения высшей судебной палаты, и у судей по валидации не было компетенции, то тогда суд должен сказать, что у него формальные компетенции. Суд никогда не имеет формальных компетенций. Суд рассматривает, по сути, любые элементы. Это его обязанность. Не то, чтобы право на основании 6-й конвенции. Я считаю, что, в принципе, это и есть влияние, попытка влияния на наш суд. Я правильно понимаю? Не только на наш суд. Попытки давления. Давления даже. Я констатирую факт, что, в принципе, Република Молдова потихонечку-потихонечку десуверанизируется. Вот эти элементы доказывают то, что, в принципе, политика где-то делается за океаном, либо в Европейском Союзе, но не в Республике Молдова. Никто же ведь не против того, чтобы высказывались представители международных организаций. А вот это нормально? Я вас муляю. Я в ужасе. Честное слово. Мы 27 лет пытаемся строить правовое государство. Мы стремимся быть частью свободного мира. Этот свободный мир говорит, ребята, вы перешли через грань. Вы понимаете хотя бы, что вы сделали? Проблема не в том, что суд не может обсуждать что-то или нет. Проблема в том, что есть принцип свободного мира. Голос это святой. Человек выбирает. А этот человек идет во власть. Этот человек должен перед людьми отчитываться. Он есть суверант. Понимаете? Понимаете логику? И гарантом этого суверенитета является президент. Он говорит и кричит во все гороса, что у него нет полномочий. Самое большое полномочие у человека быть гарантом этого суверенитета. Человек кричит на улице, что у него отобрали голос. Где этот президент? Проблема в этом, что этот свободный мир говорит, ребята, у вас ценностей уже нет. А что вы хотите, чтобы президент пошел и дал указание судебной инстанции? Но это уже называется нигилизмом. Вот вы претендуете, чтобы у нас в республике Молдава не работало государство и не работал закон. Люди дрались за это, англичане тысячи лет боролись за это. И они не получили право голоса. Они гарантируют право голоса, но только в лимитах закона. Если закон нарушен, и англичане, и французы, и итальянцы все аннулируют выборы, если констатируют, что нарушение закона был манипулирован право голоса. Это является элемент базы демократии. Демократия не является что-то в пустом котле. Стесняюсь спросить, а не напомните вы нам, телезрителям, всем, а кто начал реформу юстиции? А прокуратуру кто сделал? Прокуратуру. Кто закон о прокуратуре сделал на территории республики Молдава? А вам не кажется, что... А вам не кажется, что... Вам ничего не говорят... Законная пропаганда, откуда оно идет? Фамилия Танаси ничего не говорит, или фамилия Ефрим, или... Причем здесь это? Нет, я... Нормальный премьер-министр подал бы в отставку после этого. Вы понимаете, что этот человек сейчас отвечает за реформу юстиции. И эта реформа... Я вам говорю, что это выходцы из ЛДП. Подождите, да неважно, откуда он. Неважно, откуда он. Проблема в том, что у этого государства нет нормальной юстиции. Мы совсем о других, о разных вещах говорим. Это есть проблема. Но вы же ее сделали. Премьер-министр уорвается... За большие деньги. Ваши выходцы за 60 миллионов евро... Сделали эту юстицию. Ваши выходцы из министра юстиции и ЛДП. Вы о чем говорите сейчас? Вы знаете, я хотела бы... Это неправда. Эти деньги достались... Я хотела бы... Секундочку. Если это выходец из ЛДП... Мы сейчас говорим, что эта реформа ни к чему не привела. Нет, мы сейчас говорим вообще о другом. Совсем разные вещи. Секундочку, 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 Бригорий. Пожалуйста. Я сделаю очень важное уточнение. И никто не говорит о том, что представители Евросоюза, представители даже госгепартамента, пусть это будет МИД любой страны или, я не знаю, или юридические какие-то органы, что он не должен высказываться по ситуации в Молдове. Что называется welcome. У нас люди высказываются, мы знаем, что они думают. И пусть. Но вопрос стоит в том, могли ли они это сделать уже после судебного процесса. Тогда их бы никто не обвинил во влиянии, на попытках влияния на наши, какое они есть, но правосудие. Мы попуасно не имеем права. Понимаете, вот что смущает. Давайте посмотрим на эту проблему с другого угла. Они могли бы этого сделать. Так. Но представьте себе, какое давление американского общества или вообще европейцев на их власть, после того, как они называются стратегическими партнерами для Молдовы. То есть, представляете, Америка... Я не представляю, как народ Америки думает насчет республики Молдова. А вы представьте себе на минуту. Я уверен, что там люди, в принципе, не знают про республики Молдовы. Это вы зря так говорите. А вот представьте себе, что наша посол Кристина Балан, или как ее... Да, да. Вот представьте, что она говорит, вы знаете, вот мы молдаване считаем, что вот Трамп, ну, он не подходит, он... Да, дайте досказать. Дайте досказать. Вы считаете, это нормально? Дайте досказать. Это прямое вмешательство во внутренние дела государства. Ну, не совсем. Ну, как не совсем? Ну, не совсем. Почти. Почти. Они не сказали... Вы изучали хотя бы... Почти это не юридическая категория. Они не сказали... Подождите. Они не сказали, что вам нельзя этого делать. Они сказали, что, исходя из наших ценностей, это неприемлемо. И это совсем разные вещи. Они говорили, ребята, вы являетесь нашими партнерами. Я вам скажу, исходя из американских ценностей, Трамп набрал намного меньше голосов, чем Клинтон. Почему-то выиграл. Вот такие ценности. Ну, это их не проблема, не наша. Это не ценность, а у них, да, у них избирательная система. Это не наша проблема, это их не. Совсем. У них выборщики там другое. Я, я, я просто год назад, я был в Северной Каролине, был в Центральной избирательной комиссии Северной Каролины. Вот у меня есть, вот спросите вашего коллегу Вадима Перестренчука. Мы когда начали разбираться, как работает эта система, они сами не знают, как она работает. Единственное. Американская? Да. Потому что от штата к штату она действует по-разному. И предсказать результаты каких-то выборов вообще сложно. У меня даже есть документальная система. Мы год назад были в штатах. А я предлагаю оставить американцам разбор полетов, да, по поводу работы. И теперь, главное, что все признают, что где-то есть закон и работает в Америке. Нужно голосовать на основании закона. В республике Молдова нужно голосовать на основании мнения, высказанного тремя, четырьмя, пятимя тысячами человек. В принципе, вот понимаете, вот вы говорите примеры. Людмила, у меня была ситуация. Вот в Америке есть Уотергейт. Понимаете, да? Есть Уотергейт, да? Есть. И это, наверное, нормально, когда политиков, да. То есть там можно. А вот Молдовь нельзя, пожалуйста. Вот скажите, Людмила, вот у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы поставили перед народом... После этого президент ушел в отставку в Америке, после этого Уотергейта. Понимаете? Да. А у нас было такое? Стойте. Так мы говорим, что там были нарушения, и они были признаны. Пусть и наши признают. Пожалуйста. Там тоже сомнения были. В принципе, ничего не было доказано, в конце концов. Пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, если перед народом, вот собираем сейчас 10 тысяч человек и ставим перед ними вопрос. Нужно ли кастрировать человека за изнасилование? Как вы думаете, что они скажут все? Думаю, что большинство все-таки скажет да. А вот на основании Европейской конвенции по правам человека, это является тратаментом, это против статьи третьей конвенции. Вот в таких случаях еще раз я доказываю, что судебные... И вам кажется, что это сопоставляло? Право, оно везде должно работать, в любом праве. Нет, это совсем разные вещи. Право должно везде... Нет, никакие не разные. Это совсем разные вещи. Право на голос он тоже не абсолютный. Голос не нужно приравнять к такому виду нарушения, о котором вы говорите. Вы же юрист. Ну, в принципе, он является тоже одним из фундаментальных прав, как и право на целостность. Это право на жизнь. Что? Вот то, о чем говорили. Кастрирование? Да нет. Нет, это совсем другое. Несмотря на какую жизнь, на половую, скажем так. Пожалуйста, продолжайте. Нет, у меня есть вопрос, господин Тергоцкий. С какой, кстати, скажем так, наша судебная система, судебная инстанция должна делать какие-то исключения из правил по отношению к Андрею Анастасии? Ну, госдеп попросил. Потому что попросил госдеп или какие-то послы? Ну, почему? Секундочку. Так, а если нам не нравятся определенные моменты в какой-то стране, да, выходим на улицу и говорим, господа, давайте вы, вот, отмените смертную казнь в каком-то штате, там, США, который есть. Да, у них есть, нет. Отмените, вот это негуманно, это прошлый век, это дико, вот мы выходим. Или выходит еще хуже, выходит наш посол, выходит, вы знаете, вот в Молдове уже давно отменена, вот не было такое. А вот у вас есть, и вы какие-то дикари. Там, ребята, вы что, с ума посходили? Просто судья – это профессионал. То, что вы говорите, сейчас это чистый популизм. Нет, ну, популизм, мы используем решение. Это сейчас не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Знаете, если кунаштере профессионал и популистическое кунаштере как она. Мы говорим о святом ценности, которая является голосом. Так ценности популистические для меня не являются ценностями, пока они не исключены в закон. Я хочу быть гражданином, это совсем разные вещи. Я тоже хочу, я тоже хочу. Я не хочу, чтобы меня использовали популистическими ценами. Потому что вы уже не гражданин. Я не гражданин? Ну, абсолютно. Почему я не гражданин? Потому что вам отобрали голос. Мне? Да, вам отобрали голос. Всем нам отобрали сейчас голос. Нам сказали, ребята, не важно, как вы проголосуете, мы решим, кто будет договорить вами. Мне не отобрали голос, потому что избирательный кодекс предвидит разные ситуации. Есть ситуации через ситуации, когда аннулируется выбор, делаются повторные, новые выборы. Не надо трагедии из этого делать. Это является элемент демократии. Демократия это означает и траты за разные вот эти выборы дополнительные. Ничего страшного из этого нет. То, что сейчас демократия является самым, я не знаю, богом в этом стране. И для этого никто не голосовал. У нас совсем другая структура парламента. Вот тут я с вами согласен. Все примары отошли к демократии. Вы путаете легальность и законность. И это тоже не шутка, да? То есть парламент законен, но он нелегален. Легитимность, легитимность и легальность это разное. Это привело к тому, что после всего этого бреда нам аннулировали голос. Я могу сказать, что Конституционный суд делегитимизируется потихонечку. Но все равно его конституционные решения для меня не являются законом. Потому что я профессионал, я адвокат. Я не могу выбрасывать конституционные решения. Я их могу комментировать, но я их буду исполнять. И это для каждого. И решение окончательной системы решения, то же самое. Мне кажется, на Конституции у нас есть право протестовать. И у нас это... Согласен. Я не против, чтобы протестовать. Мы считаем, что нам отобрали ценное право и сутое право. Право голоса. Ваше право есть. И в чем проблема тогда? Да нет проблем, чтобы вы протестовали. Проблема в том, что вы, в принципе, не вы, я имею ввиду протестное движение, в принципе, атакует, денегрирует, просто пачкает грязью всех, которые не поддерживают ихнюю ценность. Это неправильно. Это не демократия. Это называется популизм. Это общая ценность всех людей. Это пропаганда Андрея Анастасова против избрателей. Потому что голос отобрали и вам, не только нам, и вам отобрали голос. Но я не буду рассматривать популистические свои права. Вот я слушал вас всю передачу. Вот вы сторонник того, что украли голос, не знаю чего. Вот скажите, не мне, потому что я и так знаю, телезрителям скажите. Приведите два-три аргумента юридических, почему сейчас, вот в эти минуты, Высшая судебная палата должна аннулировать решение первой инстанции. И второе. Но и с этим по пору. Вот из-за этого, в принципе. Юридические аргументы. Юридические, скажите. У меня очень большая просьба. Только без популизма. Раз задали вопрос, дайте что-то ответить. Я готов вас выслушать. Вы хотите сделать из меня юриста, я не юрист. Опять не знаете. Вы же готовились к передачу, правда? Подождите, что вы... Или не готовились к передачу? Нет, ну, Григорий, мог готовиться, мог не готовить. Это его правда. Нет, это моя правда. Давайте так, да. Первое, я не юрист. Это один аргумент, да? Подождите, подождите. Не нужно меня ловить на юридические тонкости. Я вам об этом и сказал. Я не юрист. Но я вам могу сказать из того, что я знаю. Если Центральная избирательная комиссия сказала или написала в своем отчете, что весь процесс, он прошел чисто, то наши юридические инстанции, они могут только подтвердить это. Но они не могут вернуться в основании всего процесса и сделать сваку анкеты. Господин Тергос, дайте я вам помогу. Вы немножко путаете полномочия, полномочия, скажем так, разных систем. Каких? Центральной избирательной комиссии и судебные инстанции. Судья. Вы путаете вот эти... Судья, он не может быть экспертом во всем. Хорошо, судья нет. Для этого ему нужны независимые эксперты. А эти независимые эксперты являются промолекцией. Да, это Настасе нужны эксперты, потому что Настаса... Причем здесь это промолекцией работы для Настаса? Потому что у него есть агитация? Есть. В Фейсбуке установлено, что 100 тысяч ушло это видео? Есть. Значит, Настаса должен доказать, что эти 100 тысяч пошли к, не знаю, к диаспоре, к Кишиневке. А у вас есть какой-то алгоритм, по которому вы считаете? Я не должен считать, что меня не открыл, я посмотрю. Я посмотрю, 100 тысяч человек. Все, для меня это хватает. Что один человек может посмотреть это в несколько раз. Я уверен. Но вот Андрей должен доказать это. И судебные инстанции. Вот разница. Я хотел услышать, я все-таки два раза настоял, чтобы господин Тергоц привел хоть какие-то аргументы в пользу позиции Андрея Анастасии. Так и не услышали. Может быть, где-то господин Тергоц право, он не юрист, не разбирается в этом. Тогда не спорьте. Почему? Потому что вы спорите, не зная юридических тонкостей. Мы говорим о гражданском праве. Теперь, гражданское право, оно есть. Мы говорим сейчас о нарушениях. Каких? Ёлки-палки. До сих пор мы о чем говорили? Это полный абсурд, то, что сейчас происходит. Это полный абсурд. Я хотел услышать от вас профессионально, убедить не только меня, но и... Я профессионально не могу говорить, я не юрист, еще раз повторяю. Если вы хотите профессионально, можно спросить и вашего соседа. Хорошо. Наш эфир практически подошел к завершению. Я констатирую, что и к этой минуте суд не принял никакого решения. Значит, остается у нас надежда на то, что все-таки до конца сегодняшнего дня хоть какое-то решение будет вынесено. Мы все внимательно будем следить, каким оно будет, анализировать. И мне кажется, уже со всех точек зрения, и тогда, мне кажется, должны, вот тогда только должны будут высказываться представители международных организаций и других стран, стран-партнеров, наших-наших друзей. И я думаю, что тогда уже станет понятно, в каком направлении на самом деле движется Молдова. Тогда уже точно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо за то, что спорили, потому что споры очень важны. И я всегда поощряю, когда люди разные точки зрения в этой студии исповедуют. Поэтому приходите к нам еще и будем разговаривать. В спорах появляется истина. Рождается истина. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова